Всем доброго дня! Это Гелиосар и всеобщая история средних веков. В двух словах, на пальцах. Что ж, 25-й параграф и ситуация с южными славянами и Византийской империей. Еще в конце 12-го века болгары сумели восстать и добиться освобождения от власти Византии. Естественно, что болгары начали достаточно активно вести завоевательные походы. На Балканском полуострове к середине 14-го века. Но к середине 14-го века они опять-таки ослабляют междоусобиц и войн. И распались на три независимых княжества. И в первой половине 14-го века усилилось другое государство южных славян, королевство Сербия. В войнах с Византией опять-таки Сербия сильно расширила свои границы. Но потом там начались междоусобные войны. И Сербия распалась на феодальные владения, которые естественно враждовали между собой. Византийская империя к тому моменту потеряла свои владения на Ближнем Востоке, многие другие территории и утратила былое могущество. В ее приморских городах хозяйничали купцы из Венеции и Генуи, которые полностью захватили в свои руки всю торговлю. В середине 14-го века государства на Балканском постаре были сильно ослаблены междоусобными войнами и взаимной борьбой. При этом турки-сельджуки активно расселялись по всей Малой Азии, по территории Турции. И постепенно там появилось новое турецкое государство во главе с князем Османом, который сумел быстро объединить турецкие племена. Вот с полностью своей властью они стали называться турками-османами. И глава этого османского государства позднее принял титул султана. Воюя с Сербией и Болгарией, Византия нередко обращалась к османам за помощью, потому что лишь узкий пролив отделял турок от европейского берега. Переправляясь через него турки, османы стали совершать грабительские набеги на Балканский полуостров. Здесь имеется в виду такая ситуация, что турки изначально, когда турки-сельджуки вторглись, они полностью захватили вот эту территорию и часть вот этой территории. А потом постепенно стали захватывать все вот эти территории. И в достаточно скором времени уже эта территория принадлежала Византии, а вот здесь турки уже получили возможность переправляться на европейскую территорию и уже собственноручно совершать набеги на Сербию, Болгарию и Грецию. Вскоре они захватили даже значительную часть византийских владений уже и в Европе, и даже перенесли свою столицу в город Адрианополь. Император Византии был вынужден признать себя вассалом султана и платить ему дань, также участвовать в его походах. В 1389 году, то есть в конце 14 века, большое войско османов вторглось в Сербию и решающая победа произошла на Косовом поле. С самого начала сражение было очень ожесточенным. Храбрый сербский воин Милош Обилич, идя на верную смерть, пробрался в турецкий лагерь. Он выдал себя за перебежчика, то есть за человека, который решил предать сербов и якобы перейти на сторону османа, турок-осман. Когда Обилича привели в шатер султана, он сказал, что якобы имеет очень важные сведения о том, как будет сражаться сербское войско. Естественно, что его решили сразу же отвезти к султану, чтобы тот услышал, потому что управлял войсками именно султан. Его отвели в шатер султана, но Обилич поразил султана спрятанным в одежде кинжалом. То есть он фактически убил его. Естественно, что у турок возникло сильное замешательство, но сын султана быстро восстановил порядок и двинул стоявшую в резерве гвардию на сербское войско. Сербы были разгромлены. Попавший в плен сербский правитель и очень многие князья были зарублены на глазах умирающего от ран султана. Поражение на косовом поле сербы переживали как страшнейшее национальное бедствие. Народ слагал песни и легенды, но им это мало помогло. Хоть они и боролись за свою независимость, все равно через 70 лет султан полностью подчинил себе Сербию. Турки и османы вторглись и в Болгарию. И несмотря на то, что каждый город они брали с боем, силы были неравны к концу 14 века, Болгария на целых 5 веков попала под полную власть турецкого султана. Ну и в конце была полностью погибла, уничтожена Византия. При содействии Папы Римского, несмотря на то, что против турок были организованы несколько крестовых походов, все эти крестовые походы были полностью разгромлены. Но долгое время все-таки Константинополь взять не удавалось. Ситуация изменилась, когда на престол взошел Мехмед II. Он правил уже в 15 веке. Его назвали даже завоевателем. Мехмед II владел несколькими языками, увлекался науками. Но образованность не мешала ему быть очень жестоким. Чтобы избавиться от своих соперников, он полностью уничтожил всех своих родственников, чтобы никто не мешал его власти. В итоге, построив несколько крепостей на азиатском берегу Босфора, султан стал контролировать движение судов между Средиземным и Черным морем. И начал усиленно готовить к осаде византийской столицы. Собрав огромное войско, примерно от 100 до 150 тысяч человек, Мехмед II осадил Византию с суши. И одновременно турки ввели в Мраморное море флот из нескольких сотен кораблей. Мраморное море, вот оно. Вот эта часть называется Мраморным морем. То есть, именно вот сюда турки ввели несколько сотен кораблей, полностью заблокировав Константинополь с суши. Но попасть внутрь самой бухты, вот сюда, они не могли, потому что вот эта часть была полностью перекрыта. То есть, чтобы взять город с моря, им все-таки надо было проникнуть вот сюда, внутрь. Но сюда проникнуть они не могли. Византия же на защиту города смогла выставить всего 7 тысяч человек. Несмотря на то, что у турок была даже мощная артиллерия, им это не помогло. Турки неоднократно засыпали ров под стенами. Но осажденные по ночам с поразительной быстротой очищали ров и восстанавливали течение воды. Турки стали рыть подкоп под ворота города. Осажденные провели встречный подкоп и устроили взрыв, который погубил множество турецких воинов. Им удалось даже сжечь огромную осадную башню, которую турки с большим трудом и потерями придвинули к городской стене. Взбешенный неудачами, Мехмед II приказал ввести корабли во внутреннюю гавань Константинополя. Золотой рог, чтобы осадить город с северной слабо защищенной стороне. Но вход в гавань, как я уже сказал, был защищен очень массивной железной цепью, через которую пройти не мог ни один корабль. И тогда османы перетащили 80 своих кораблей по суше. Они сделали деревянный настил, который смазали жиром, да, огромным количеством жира. И притащили по нему, по этому деревянному настилу кораблей. Естественно, что осажденным пришлось еще больше растянуть свою линию обороны. В городе истощились запасы продуктов, силы защитников таяли. Воины не могли отдохнуть ни днем, ни ночью. Стены уже имели проломы, рвы были полузасыпаны. И в итоге турки пошли на кровопролитный штурм, который они взяли. Они взяли город. Последний византийский император был убит. Так в 1453 году тысячелетняя византийская империя полностью прекратила свое существование. Султан на три дня отдал город на разграбление своим войскам. Большая часть защитников погибла. Примерно 60 тысяч жителей было продано в рабство. В рабство не совсем такое, какое было при Римской империи. Это было немножко другое рабство. В основном в рабство продавали женщин и продавали в гаремы. Различным арабским и прочим шейхам и эмирам. Ну а мужчин в основном продавали либо на работу в шахтах, либо на другие очень тяжелые работы. То есть рабы они оставались, но только на очень определенных работах и не в Европе, а исключительно на востоке. Именно там. Естественно, что столицей новой Османской Турецкой империи стал взятый город Константинополь, который теперь турки стали называть Стамбулом. А некогда великолепнейшая церковь, храм Святой Софии, был переделан в мечеть, которая теперь стала называться Айя София. Приведите факты, доказывающие, что народы Балканского полуострова героически отстаивали свою независимость в борьбе против османского нашествия. Но отстаивали-то они отстаивали. Действительно, героически сражались. Ни один город не сдался, не открыл ворота. Долгое время шло очень активное партизанское движение, но это никак не помогло. Турок было намного больше, они были намного сильнее. Почему походы европейских рыцарей против турок были названы крестовыми? Потому что их созывал именно Папа Римский, и все рыцари шли именно как крестоносцы. Почитайте, сколько лет просуществовала Византийская империя. До тысячи лет она просуществовала, потому что примерно в четвертом веке нашей эры полностью прекратила существование Западная Римская империя, и Византия осталась как единая Римская империя, Восточная Римская империя. Так что да, тысячи лет просуществовала Византия. Сколько причин падения Византии называется в тексте параграфа? Причин было на самом деле несколько. В Византии, во-первых, произошло сильное ослабление власти самих императоров. Дело в том, что в Византии постепенно происходило падение, усиление роли монастырей и усиление роли очень богатых кланов, семей. И при этом византийские императоры постепенно теряли свою власть, несмотря на то, что изначально эта власть была почти абсолютной. Потом, конечно же, колоссальные завоевательные походы. Сначала арабов, потом турок-сельджук, потом, собственно говоря, самих турок. И очень серьезная борьба между славянскими племенами. Болгарскими, сербскими и самой Византией. Вместо того, чтобы объединиться, они боролись между собой. Объясняя причины поражения сербов, современник писал, что турки побеждают благодаря нашему несогласию и нашей ненависти. Мы сами куем им победу. Да, с этим можно согласиться. Дело в том, что если бы Византия, Болгария и Сербия объединились между собой и объединили свои армии, то турки не могли бы взять их. Наоборот, турки были бы разгромлены. Но вместо этого эти три народа, да и другие, они продолжали бороться и воевать между собой, ослабляя друг друга. И когда турки пришли, они достаточно легко смогли разгромить, потому что даже когда уже турки пришли, болгары и сербы не объединились между собой, а вот исключительно были по отдельности. Ну, в итоге оказались под властью турок на долгие столетия. Что можно сказать? Исследуйте проблемы. Почему помощь Западной Европе и Византии оказалась столь слабой? Ну, дело в том, что, во-первых, сами по себе рыцарские, рыцарская конница к тому моменту уже перестала быть такой огромной силой. Это примерно до XII века рыцари представляли из себя огромную силу. Уже после XII века такой большой силой они уже из себя не представляли. Тем более, что уже появилась артиллерия и другие виды огнестрельного оружия. К тому же, рыцари были очень недисциплинированными. То есть, каждый из них действовал сам. Если бы они действовали все вместе, то они добивались бы большего. Но вот эта недисциплинированность, она постоянно делала рыцарское войско очень ослабленным. Назовите известных вам современников Мехмеда II во Франции, Англии и Испании. Ну, в Испании это, конечно же, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, известнейшие короли. Во Франции и Англии. Ну, во Франции это можно, в принципе, посмотреть, кто у них там был. Но во Франции, по-моему, это был Филипп IV, по-моему. Ну и в Англии тоже, по-моему, там был король Генрих. Герб рода византийских императоров стал гербом России. Как это произошло? Дело в том, что еще при жизни, причем еще до последнего римского императора, правителю Руси в жены была отдана дочь византийского императора. И на гербе вот этой дочери византийского императора, по легендам, был вот этот самый двухглавый орел. И когда полностью пала Византия, то именно Русь, она приняла на себя, как бы, роль Третьего Рима, то есть защитников восточного христианства. И взяли себе герб Византийской империи. Вот этого самого двухглавого орла.